Уже несколько лет Настя Привалова каждое утро начинает с измерения уровня сахара в крови. Глюкометр почти всегда под рукой, показания нужно снимать до 10 раз в день и ночью тоже. У девочки сахарный диабет первого типа. Ну это было немного тяжело, это непривычно, то что нельзя, это можно, там надо подколоть, что-то сделать, но было тяжело. Все годы уровень сахара менялся от предельно низкого к высокому. Начались осложнения на сосуды, ног и глаз. Появились проблемы с щитовидной железой, говорит мама Настя. Меняли препараты и количество инъекций, но это не помогло. Сейчас родители девочки надеются, что дочери поможет инсулиновая помпа. Бесплатную в Сахаринской области смогут выделить только в следующем году. Помпа эта нужна для того, чтобы лучше контролировать уровень сахара в крови и для того, чтобы избежать дальнейших осложнений у ребенка. Что вот на сегодняшний момент наблюдают феносы. Цена помпы с расходными материалами 208 945 рублей. Читатели газеты «Коммерсант» и сайта русфонд.ру соберут часть суммы 157 945 рублей. Сбор средств уже начался, не хватает 51 тысячи рублей. Островитяне могут помочь собрать недостающие средства. Достаточно отправить СМС со словом «Дети» на номер 5542. Это может быть любая посильная сумма. Инсулиновые помпы используют диабетики во всем мире. Сегодня это самый современный метод введения инсулина. Вместе с тем препарат требует большой ответственности при использовании. Он достаточно безопасен при адекватном подходе, нет осложнений. Современный, удобный. Но необходимо понимать, что при установке помпы происходит перестройка организма и адаптация организма к инсулину. То есть даже боли введения, дозы введения, они меняются. Соответственно, ребенку на первых этапах, в первые месяцы требуется более четкий контроль. Внести свою лепту могут и владельцы популярной яблочной техники. Русфонд разработал специальное приложение для этой марки смартфонов, чтобы каждый желающий имел возможность помочь ребенку. Алексей Самофалов, Виктория Гортованова, Александр Назин. События недели. Вести. Сахалин Курилы.